Мы будем говорить о семье. Сегодня мы будем говорить о семье, и проповедь называется «Крепко держитесь». Держаться друг друга, держаться Господа, в этом есть определенный посыл от Святого Духа в Писании, когда к одной церкви он обращается «Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил или не украл венца твоего». Этот посыл, он проходит через все Писание, что нам нужно уметь держать то, что Бог доверил нам, потому что всегда рядом будет тот, кто хочет это украсть. Сколько к нам приезжает иностранцев, гостей, друзей? С каждым мы проводим профилактическую беседу, с каждым я говорю, дорогой брат, дорогая сестра, когда вы пойдете гулять по нашему прекрасному городу? Не все понимают то, что вы в данный момент искренне любуетесь красотами архитектуры мирового значения. Кто-то использует этот момент, чтобы залезть к вам в карман. Особенно, когда вы спуститесь, чтобы посмотреть наше прекрасное метро, прокатиться в нем. Помните, что там достаточно тесно. И если вы что-то не держите, большая вероятность того, что то, что вы не держите, вы выйдете из метро без него. И сколько бы мы не проводили этих профилактических бесед, к моему огромному сожалению, часто что-то не удерживают. Они говорят, а мы думали, что мы просто поговорили об этом. Мы же как думаем, это же не со мной случится, а случается с ними. Иногда такое было даже, когда нам приходилось восстанавливать паспорт, когда у жителей другого государства крадут паспорт. Вы знаете, это проблема. Ты не можешь выехать из страны без документов. И нужно определенную большую бюрократическую работу проделать за короткое время, просто потому, что кто-то один решил, что ему пошутили, когда сказали, держи, что имеешь. Дорогие, держите, что имеете. Потому что рыкающий дьявол ходит близко, ища поглотить кого-то или что-либо, какое-либо благословение из нашей жизни. И так, крепко держитесь. Наше преуспевание начинается с чувства недостатка внутри успеха. И когда оно становится очевидным, Бог включает креативность, создает новый уровень успеха. Книга Бытие 2.18. Это я вам процитировал анонс сегодняшней проповеди. Книга Бытие 2.18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». То есть, внутри успеха. Адам был внутри успеха. Он был, на мой взгляд, в абсолютном успехе. Но он внутри успеха почувствовал, что ему этого успеха недостаточно. И когда он почувствовал, что ему этого успеха недостаточно, Бог дал ему путь к преуспеванию. Мы не начнем путь к преуспеванию, пока мы всем довольны. Мы начинаем путь совместно с Богом к нашему преуспеванию, когда внутри нас начинает рождаться некое чувство недовольства и желание достигнуть большего, чем мы имеем на сегодняшний момент. Поэтому у многих дома ремонт не делается. И многие туалеты в домах в беспорядке. Потому что их это устраивает. Но когда ты однажды внутри своего успеха осознаешь возможность к достижению лучшего, Господь поможет тебе увидеть, как это сделать. И Господь включил креативность. Он включил свою творческую способность. Он увидел, что человеку нехорошо, несмотря на то, что сам Бог обеспечил его всем. И он начал сотворять семью. Началось творение семьи. Так преуспевание человека оно началось сотворение семьи. Важность влияния семьи невозможно переоценить. Несколько лет назад Дух Святой проговорил в мое сердце, когда я стоял на одной конференции не в Санкт-Петербурге, в другом городе. Это было во время прославления. Я стоял, поклонялся. И Дух Святой отчетливо сказал в моем сердце, если дьявол сможет разрушить семью, он сможет разрушить все. Иногда мы недооцениваем влияние семьи в современном обществе. Мы ставим перспективными вопросами развития многие очень правильные и очень нужные вещи. но в фундаментальных вещей отказываемся. Если дьявол сможет пронести свое проклятие в семью, он сможет это проклятие переместить во все другие сферы нашей жизни и служения. Это намного более глубоко, чем просто фактор сегодняшнего дня. Это разрушение идет гораздо глубже. Я скажу, что социальные и экономические проблемы в жизни человека, как правило, следствие слабого института семьи. социальные и экономические. В Псалмах, Псалом 36, 25, 25 стих. Давид говорит, «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящим хлеба». Давид говорит, «Когда я видел праведника, человек, который способен сформировать свою жизнь по Божьему слову или отталкиваясь от оригинала, его семья, она не терпит ущерба. У него нет ни социального, ни экономического. Они способны руководить своей жизнью». Дорогие, многие люди, которые сегодня в глубокой нищете, причина этой нищеты или асоциального поведения не в том, что они сами по себе плохие. Жизнь всегда приходит через другую жизнь. Жизнь не появляется на земле сама собою. Она не появляется просто из воздуха. Вот воздух, вот пространство, и вот жизнь появилась. Когда Бог давал жизнь, эта жизнь приходила через Него. Когда Он благословил Адама и Еву, Он сказал, теперь жизнь будет проходить через вас. Жизнь рождает другую жизнь. И когда мы рассматриваем семью, мы должны понимать, что семья, рождая детей, вкладывая себя в их воспитание или не вкладывая себя в воспитание, закладывает им будущее. И, как я сказал, многие семьи иногда говорят, ну, у них хорошая семья. Вообще вопрос «хорошая семья» – это достаточно такой абстрактный вопрос. Если мы говорим, что хорошая семья – это семья, которая обеспечила ребенка квартирой, едой, одеждой, что они не матерятся и не бьют друг друга, что они не уходят в запой или не являются наркоманами, и мы говорим, что это хорошая семья, наша планка понимания семьи очень сильно занижена. Это не обозначает хорошая семья. Хорошая семья – это семья, которая фундаментально основывается на Божьем Слове, для которой принципы Божьего Слова понятны, и они практикуются. Потому что есть внешнее, а есть невидимое. И невидимое важнее, чем видимое. Когда семья основывается на духовных законах Божьего Слова, она созидает невидимое, она вкладывает в будущее то, что часто видимое исправить потом уже не может. Поэтому некоторые говорят, ну, вот этот парень наркоман, но у него такие хорошие родители, он из благополучной семьи. На самом деле это не обязательно так. Не видел я праведника, который просит хлеба и детей его такими. Когда семья укоренена и утверждена, когда в обществе сильный институт семьи, сильное понимание, что такое семья, тогда это общество, оно становится более здоровым. Поколение становится более здоровым. К сожалению, мы видим на сегодняшний день немного другую тенденцию. Мы видим, что каждое поколение становится слабее. В своей морали, в своем развитии, в своих приоритетах, в своих ценностях, оно ослабевает. И даже будучи достаточно продвинутым в смысле технологии, оно внутренне становится более слабым. и это результат ослабления института семьи. Я сравнил бы способность быть семьей с иммунитетом в жизни. Если эта способность слабая, то вероятность заболеть гораздо выше, и последствия инфекции гораздо хуже. Вот так пришел мне образ сравнить способность к семейной жизни или способность к тому, чтобы быть семьей с иммунитетом. Когда иммунитет слабый, ты постоянно находишься в борении с какими-то болезнями. Когда иммунитет сильный, ты часто даже не замечаешь, что ты заболел и выздоровел. Оно проходит как-то естественно на внутреннем твоем фоне. Точно так же, когда мы говорим о семье, способность быть семьей, это дает здоровье следующему поколению. Они даже не соприкасаются со многими вещами, или точнее, они не думают о них по причине того, что коротко где-то соприкоснувшись в обществе с этими заразами, болезнями, проблемами, их внутренний иммунитет, он перебарывает их быстрее, чем они ощутили боль от этих процессов. Когда мы имеем сильный институт семьи, мы имеем возможность к преуспеванию. Одним из основных критериев подбора служителей для своей церкви Христос определил как способность быть семьей. Если мы хотим понять, что важно для Бога, когда Он кого-либо начинает продвигать или ставить на свое служение, важно видеть, что для Него является основным, фундаментальным значением, через которое Он определяет успех. Это способность к семейной жизни. Первое послание Тимофея, 3 глава, 2-й, 5-й стих и 11-й, 13-й стих. «Но епископ должен быть непорочен одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийст, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись от Церкви Божьей. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение во вере во Христа Иисуса». В обоих случаях я подчеркнул для себя фразу «муж одной жены». Вроде бы не такая большая какая-то заслуга. Муж одной жены. Хронология жизни или возможности жизни. Но когда Бог говорит, этот человек может занимать определенный пост, позицию, служение, у него должны быть определенные характеристики. Вы знаете, характеристики, они не всегда внешне видны. Они иногда сокрыты и открываются через что-то одно. Что-то одно говорит о многом. Так вот, эта фраза, одна фраза, муж одной жены, дьякон, муж одной жены, епископ или пресвитер, или пастер, или служитель, она определяет характеристики. Она говорит о способности человека пройти через всю жизнь, иметь внутри любви способность к коммуникациям, к управлению, к преодолению конфликтов, к преодолению кризисов и сложных ситуаций. Потому что, когда это один человек, у тебя гораздо большой опыт. У тебя намного меньше вариаций. Здесь не имеется в виду на данный момент одна жена. Здесь имеется в виду через всю свою жизнь, смог ли этот человек быть удовлетворенным одним единственным выбором. Мы многие сегодня меняем одежды, и это нормально. Иногда, когда вы готовитесь к воскресному служению, поменяйте одежду. Если вы ее всю неделю носили, не милосердны были к тем, кто рядом с вами в метро, будьте милосердными к братьям и сестрам. Это нормально, когда мы делаем перемену своей одежды. Но семейная жизнь, Елизавет, это не так. Когда Господь говорит, он должен быть муж одной жены, он говорит, однажды сделав выбор, этот человек никогда от этого выбора не отошел. За одной этой фразой настолько много и глубоко сокрыто, что можно долго говорить об этом. насколько велика палитра души этого человека и сколько многому можно у этого человека научиться, если сквозь десятилетия он все еще муж одной жены. Поэтому, когда Господь выбирает для себя служителей или Он пытается поставить тех, которые достойны, Он фоном для успеха жизни человека делает семью, фоном для успеха жизни человека делает семью. Я хочу остановиться на этом, потому что это не всегда понятно. И иногда в церкви это также не всегда понятно. Давайте углубимся в этот вопрос. Мы можем брать фоном для определения своих достижений разное. Бизнес, карьеру, спорт, донжуанство, служение и так далее. Но Бог поставляет за наши успехи фон семьи и определяет, можно ли нам доверять. Так как я за кафедрой стою, я попрошу мою фотографию моей семьи показать. Есть фотография семьи? Вот такая официальная, на флаге. Все. Все. Даже хочется застегнуться. Просил неофициальную, но видимо вот у операторов такое понимание неофициально. Вот. Вот это мне больше уже нравится. Это вы понимаете, что мы раскошелились на определенную поездку. Кто более продвинутый, может понять, что это за железные деревья на заднем фоне. Семья. Можно другую фотографию, где служение, где я проповедую, другую фотографию. Это вот, похвастаюсь, последнее. Вот, кстати, Василий Иванович рядом со мной, Эдуард Анатольевич и один из служителей мега-церкви другой страны. Это вот мы на панельной дискуссии на тему «Успешная церковь». Вид у меня такой, что я там сижу и до сих пор не понял, почему меня туда позвали. Еще можно одну фотографию, где я проповедую. Это вот Анна, она не могла пройти. Я попросил, дайте фотографию, где я на фоне зала, большого проповедуя. Анна решила показать, что и она тоже иногда это делает. Это мы в одной из церквей Америки проповедуем. Три тысячи человек в церкви и мы ей благовествуем. И когда я думаю о себе и часто думал раньше, вы знаете, я думал о успехе моей жизни. Если Бог что-то хочет мне доверить, вот этот фон должен быть у меня. Каждый раз, думая о продвижении в Боге, я подставлял за свою спину тот фон, который мне казался правильным. Если за моей спиной тысячи людей, если я сижу рядом с великими божьими помазанниками, то этот, наверное, тот фон, который даст Господу, Духу Святому, право понимать, что вообще меня уже пора продвигать по карьерной лестнице служения. Но это не так. И Богу нужно было время, чтобы учить меня. Можно вернуть семью в неформальной обстановке? Богу нужно было учить, что Дух Святой будет продвигать нас дальше. Не потому, что за твоей спиной тысячи людей. Ты смотришь в лица тысяч людей и можешь смело проповедовать Евангелие. Ты видишь, как люди получают исцеление. Ты видишь, как сотни людей получают вдохновение через твое служение. Ты видишь, как люди, которые признаны во всем мире, протягивают тебе руку общения. Не это фон для Бога, который определяет критерии твоего успеха. Бог определяет критерии успеха и возможности доверять тебе. когда Он поставляет за твою спину фон способности иметь семью. Замужние, незамужние, услышьте меня об этом. Женатые услышьте особенно. Если вы хотите, чтобы Господь продвигал вас, Он будет давать только один вопрос. У тебя один муж, у тебя одна жена. Он не будет иметь в виду печать в твоем паспорте, что да, один. Не, на самом деле, в соцсетях сколько их у тебя? Не, ну у меня же физической связи здесь с ними нету. Я не говорю о физической связи. Я имею в виду, насколько ты сегодня все еще удовлетворен тем выбором, который ты сделал. Он у тебя все еще один, она у тебя все еще одна. А если мы сделаем тропанацию твоего черепа, вскроем твое мышление, покопаемся немного в глубинных твоих, переживаем, у тебя все еще одна жена, у тебя все еще один муж. За этой фразой стоит критерий отбора Богом лучших для своего служения. Если ты хочешь быть успешным в Боге, если ты хочешь быть преуспевающим человеком, Бог будет поставлять за твою спину твою способность к семье. Есть некоторые люди, их очень мало. Это люди, которые призваны Богом к тому, чтобы полностью посвятить свою жизнь на служение. Это девственники и девственницы, которые посвятили по призванию Божьему всю свою жизнь на служение и такие, как апостол Павел говорит, у меня множество детей. Это мои сыны и дочери во Христе Иисусе. Его формат семьи другой, но мало кто призван к этому. Большинство из нас мы идем естественным путем, который Бог нам дал. И я хочу, чтобы сегодня ты увидел этот критерий отбора Бога. Если ты хочешь продвигаться по служению, если ты хочешь иметь успех от Бога в своей жизни, преуспевания, тебе надо понять, Бог поставит тебя на фонд твоей семьи. Дети, услышьте меня. Родители, услышьте меня. Бог поставит вас не на фоне вашего бизнеса. Он возьмет ваших детей. Он поставит, и Он поставит тебя, и Он будет смотреть на тебя через призму твоей семьи, через призму отношений с родителями и детьми. Бог так определяет перспективу нашего развития. Мы сегодня говорим с вами о преуспевании. Поэтому, когда сегодня что-то стоит за твоей спиной, и ты хочешь полагаться на этом, чтобы Бог двигал тебя, мир может тебя двигать по-другим. Мир увидит в тебе талант, Он будет двигать тебя. Мир увидит в тебе силу спортсмена, Он будет двигать тебя. Мир увидит в тебе мощную харизму, Он будет двигать тебя. Но Бог не будет двигать тебя на этом основании. Поэтому, если ты хочешь быть продвинутым этим миром, ты можешь избрать для себя любой фон, но если ты хочешь иметь перспективу от Бога, ты должен знать, что Бог ставит за твою спину, чтобы разглядеть в тебе успех. Когда мы читаем о Иисусе Навине, целая книга написана, а также в Пятикнижье Моисея много говорится о нем, мы читаем о его вере, о его подвигах, о его мужестве, о его смелости. На самом деле, когда книга Иисуса Навина написалась, он был человек-легенда, в прямом смысле этого слова. Человек-легенда. Человек, который начал в Египте рабом и не был с этим согласен. Человек, который пошел за Моисеем. Человек, который был всегда верным. Человек, который не испугался и один из двух, когда десять другие соглядатаев говорили, мы умрем, мы не пойдем. Он встал, говорит, нет, пойдем, Бог с нами. Это был человек-легенда. Все его поколение вымерло в пустыне. А он вошел в землю обетованную и не просто вошел в землю обетованную. Сам Моисей, Божий великий пророк, возложил руки свои на него и сказал, ты мой преемник, я всю власть и силу передаю тебе. И он повел народ Божий, и он завоевал практически всю землю и разделил. Он был человек-эпоха, человек-легенда. Мы не читаем много о его семье, но когда ему было 110 лет, и он завершал свой жизненный путь, он собрал сначала старейшин с семьей, а потом все колено Израилевы, и он сказал знаменитую фразу, которую мы иногда вешаем у себя в домах. Я и дом мой будем служить Господу. Мы не читаем о его семье, но это одна фраза. Она говорит о том, что он не стал героем-одиночкой. Он стал человеком, который повлиял на поколения. Ему было 110 лет. Значит, уже несколько поколений стояло рядом с ним, и он зажег их той верой, той страстью, тем энтузиазмом, который был внутри него. Он передал, и он смело говорил. Готовясь к тому, чтобы отойти в жизнь вечную, он говорит, я и дом мой, мы будем служить Господу. Дорогие, мы можем быть героями-одиночками, мы можем быть людьми-легендами. Люди могут смотреть на нашу жизнь и восхищаться, как ты служишь Богу, как ты проповедуешь, как ты занимаешься бизнесом, какой ты спортсмен, какой ты удачный человек, какой ты великий, талантливый художник и так далее. Но на самом деле не к этому Бог нас призвал. Можешь ли ты сегодня встать и сказать, я и дом мой будем служить Господу? Твоя вера, твоя страсть, твое служение, смогло ли оно через тебя пропитать все поколения, которые живут вместе с тобой и будут за тобою? Если нет, обратим на это внимание. Посты наши, молитвы наши, устремление нашей души и усилия к тому, чтобы нам однажды не предстать в кавычках героями-одиночками перед нашим Богом. Также я хочу вспомнить книгу-притч, 31 главу. Почти вся эта глава, она посвящается добродетельной жене. И там много говорится о том, как она занимается бизнесом, воспитывает детей, как ко многому-многому она способна и может показаться, дорогие сестры, иногда так может показаться, что на фоне этой успешной благочестивой женщины ее муж просто аксессуар ее, аксессуар трудолюбивой и успешной женщины, которая еще и использует это для продвижения себя в обществе. Там написано «сидит у ворот». Так может показаться, если вы не знаете культуру общественного уклада того времени и того народа, из которого исходит это послание. Можно с уверенностью сказать, что эта фраза, как фраза «одна жена в жизни этого богобоязненного человека» свидетельствует о высоком иммунитете их семейной жизни, который невозможен без обоюдного участия. Не обманывайтесь тем, что там много говорит о женщине. На самом деле там вопрос ни в одной женщине. Это показатель, что эти двое, они смогли создать атмосферу мира, радости, назидания, трудолюбия. Они смогли создать такую атмосферу в своем доме, в которой в этой атмосфере жена смогла стать той, о кой там написано, а он мог быть тем, кем Бог призвал его быть. Это высокий иммунитет в семейной жизни. Не обманывайтесь тем, что там говорится больше о женщине. Смотрите или читайте между строк в этой притче и увидьте эту атмосферу дома. Потому что иногда, когда я слышу некую трактовку этой притчи, ты понимаешь, что где-то феминизм рядом. читайте между строк. Это не притча о успешной женщине. Это притча о успешной семье. И нужно быть внимательным к этому. Почему так важна семья для оценки Господа нас? Такой вопрос, на который мы дальше постараемся ответить. Почему Господь ставит это важным? Книга Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Чуть-чуть о книге Бытие. Первая глава говорит о всем творении в общем. Вторая глава, она как бы нам открывает детали и хронологию этого события. Поэтому первая глава, это не значит, что то, что произошло в первой главе, оно как бы все было раньше, чем произошло во второй. Нет. Первая глава говорит об общем творении. Вторая глава, третья, они открывают нам хронологию событий. И когда мы читаем во второй главе «И взял Господь Бог человека», мы читаем о времени, когда человек или мужчина был один. То есть хронология событий начинает раскрываться перед нашими глазами. И внимательно читайте. «Господь Бог взял этого одного мужчину, и что Он с ним сделал? Он поместил его возделывать и хранить сад Божий». Так мы читаем. Братья, не обольщайтесь. Пока мы были одни, мы были садовники. Если тебе кто-то проповедует, что мужчина один был царем, мужчина один царем не был. У него ничего не было на этой земле, пока он был один. Он жил в Божьем саду, куда Господь поместил его на работу, чтобы возделывать этот сад и хранить его. Книга «Бытие», первая глава, 27-28 стих. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил для себя, подчеркните, их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, и, подчеркните, обладайте ей, владычествуйте и так далее». Когда мы видим хронологию событий, пока мужчина был один, он был садовником, когда мужчина принял Еву от Бога и появилась новая единица на этой земле, то, что мы называем семьей, они стали владеть этим садом. Они стали обладателями этой земли. Кроме одного дерева, мы знаем это познание добра и зла. Семья открыла потенциал владения. Поэтому для Бога так важно, когда Он ставит фоном нашего успеха семью, Он определяет, насколько мы можем быть успешными. Или ты садовник, или ты обладатель. Если у тебя успешная семья, ты обладатель. Если у тебя неуспешная семья и успешный один ты, ты садовник. Разница, я думаю, значительная для нас. Быть управителями или быть обладателями. Преуспевание на земле было вплетено, оно было встроено в институт семьи. И концепция, мы переходим к концепции семьи, это отделение и прилепление. Отделение и прилепление. Книга «Бытие» семья не сможет быть успешной, если не поймет концепции. «Бытие» 2 глава, 21-24 стих. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Итак, концепция семьи. Поймите это и в семье, или вы еще стремитесь к концепции отделения и прилепления. Сегодня я сделаю ударение на этих двух действиях. Отделение. Когда мы видим отделение, мы видим, что отделение определяет индивидуальные характеристики. Давайте поговорим об отделении. Отделение – это способность, когда мы видим сотворение семьи, вычленить из Адама потенциал жизни для того, чтобы из этого потенциала создать семью. Когда этот потенциал был в нем, все было достаточно просто. Даже если потенциал для жизни Евы был в его ДНК, все-таки это все подчинялось единому разуму или единому творению. Все это было в Адаме. Ну, можно еще сравнить, более понятно, потому что сегодня представить Адама, внутреннюю Ева, сложно, философский вопрос, можете куда-то уйти не туда. Поэтому давайте проще. Беременная женщина, ребенок внутри нее. Она ест все еще, что хочет. Она идет, куда хочет. И пока он внутри нее, она думает, что хочет о нем, а он соглашается с этим. Это единое творение еще, это еще единый разум. И хотя у этого ребенка и есть разум, и потенциал жизни, но внутри своей матери, и матери достаточно легко, она управляет процессом достаточно легко, пока не происходит отделение. И те, которые семьи, имеете детей, вы знаете, что после отделения управлять процессами становятся гораздо сложнее. Ты уже не спишь тогда, когда ты хочешь. Идешь не всегда туда, куда ты хочешь. И эмоции тратишь не всегда туда, куда ты хочешь. Твоя жизнь теперь, она нуждается в чем-то большем, и твое управление становится сложнее. Вот когда мы говорим о отделении, то отделение – это непростой вопрос и непростой механизм. Эгоизм – это что-то отделяется для новой жизни. И я не имею в виду только, когда дети отлепляются от родителей, чуть дальше я об этом скажу. Я имею в виду, это иногда наше отлепление от эгоизма. Многие из вас уже годами живут и ожидают ту принцессу, этого принца. На самом деле вы все еще не отделили себя от эгоизма, родительской любви к тому, чтобы дать себя кому-то другому. Вы не переформировались в новую жизнь. Ева так и ходит еще в Адаме. А сегодня много. То ли женщина, то ли мужчина, и ты не поймешь, то ли Ева идет, то ли Адам. И хочется уже, чтобы как-то они прародились, отделились. Вопрос отделения – это непростой вопрос. Но без него, без этого отлепления не произойдет нормальной семьи. Когда Адам уснул, давайте посмотрим на механизм отделения, когда Адам уснул и лишился ребра, мы не читаем, что он умер, мы читаем, он уснул. А также мы не читаем, как Господь оживил Еву. Но я подумал, а может быть, это был первый акт воскрешения? Может быть, это была тестовая модель, когда еще смерть не вошла в этот мир, и еще не было совершено греха, а Адам еще не согрешил. Но Бог почему-то, видимо, предполагал, что люди могут войти в смерть. И прежде, чем он размножил род человеческий, возможно, он протестировал, когда он усыпил, когда он вел анестезию и дал глубокий сон Адаму, после этого Адама жил, слава ему, Господу, за это. Возможно, в момент того, что произошло с Адамом, это был первый акт воскрешения, когда прежде, чем человек попал в проблему, Бог разработал механизм решения этой проблемы, потому что сегодня мы совоскресли Иисусу Христу. Аминь. И если бы не сила воскрешения, где бы была сегодня наша жизнь вечная? Ну, это так, отступление для размышления. Кто любит хлеб и мясо, вы пожуете это дома после. Когда мы смотрим на это событие, мы можем увидеть, что в Новом Завете смерть Господом нашим также иногда ассоциировалась со сном. Давайте прочитаем два места из Писания. Евангелие Луки 8, 52-55. Все плакали и рыдали о ней, но Он, то есть Господь наш, сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная, подчеркните себе, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, девица, встань! И возвратился дух ее, и она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. Евангелие Иоанна, 11 глава, 11, 14, 43, 44 стих. Сказав это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о снеобыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. Сказав это, это уже когда он воскрешает Лазаря, сказав это, он возвал громким голосом, Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо его, и Бог Христос воскресил Лазаря и воскресил эту девицу. И мы видим, мы не читаем, что Господь их определял, как они умерли. Он не сказал, девица умерла, но мы сейчас воскресим ее. Он говорит, девица спит. Над ним смеются. Он говорит, нет, она спит, я ее сейчас разбужу. Лазарь уснул, он умер. Нет, он не умер, он спит, я сейчас приду, чтобы разбудить его. Эта форма сна или эта форма смерти, она пробуждается к жизни голосом. Мы читаем, он сказал, девица, встань. Она открыла глаза и села. Он сказал, Лазарь, выйди вон. Он не возлагал на них руки, он не дышал на них, он не ложился, как пророк на того юношу, который умер. Он ничего подобного не делал. Он говорил. Это подобно, когда мы подходим к кровати спящего и говорим, встань, проснись. И они, конечно, спящие не всегда, как эта девица и Лазарь послужны. Но в принципе процесс начинается. Это форма смерти, которая пробуждается голосом. Я все еще веду параллель к Адаму. Бог дал глубокий сон Адаму. Бог сотворил Еву. Мы не читаем, как Он оживил ее. Но я хочу перейти чуть дальше. Когда Бог берет Еву, она идет. Кто непонятно еще? Он приводит ее к Адаму. И Адам говорит. Это моя жена. И происходит пробуждение натуры. Пробуждение личности. Пробуждение сути. Пробуждение призвания. Пробуждение того, что Богом вложено, но находится в спящем состоянии. Это пробуждение происходит благодаря голосу Адама. Как Иисус сказал этой девице, девица, встань. Лазарь, говорю тебе, выйди вон. Голос Адама пробудил Еву к ее сущности, к ее сути, к тому, кто она есть. Дорогие, нам нужно время от времени пробуждения, чтобы Божий голос, голос наших друзей, голос мужа и голос жены, они возвращали нас в реальность из отделения к прилеплению. Мы с вами переходим, чтобы этот голос, пробуждая нас, пробуждал в нас глубину. Дюбинную суть нашего творения, кто мы есть во Христе Иисусе. когда Бог сотворил Еву, он не поселил ее на другом конце сада, чтобы они случайно встретились, ну, случайно в кавычках, да. Он направит Адам еще садовник. С утра идет разнарядка, Господь говорит, слушай, сходи в южную сторону сада, там я увидел, какие-то кусты мне не нравятся, подстриги их немного, а там Еву посадил за кустами. Адам идет, Еву видит, интересно, а кто ты такая, откуда взялась, что тебя раньше здесь не видел. Если вы хотите что-то знать о семье, семьи не получаются случайно. Они могут так выглядеть. Семья – это процесс приведения одного к другому, это соединение, поэтому написано «Бог – свидетель брака». Он знал тебя до, Он знал ее до. Он соединил, Он привел. Это может показаться случайно, но это не случайно. Бог через тысячи километров, по разным причинам, по разным возможностям, Он просто приведет тебя или ее, и голос пробудит твое сердце к той глубиной сути, которую Бог вложил. Еще важно видеть здесь, Бог долго не ждал. Если вы от чего-то отлепились. Лазарь в четыре дня в гробе. Господу говорят, слушай, уже смердит. Надо оно его пробуждать или нет? Сестра, брат, если уже начались эгоистические процессы неприятных запахов от твоей души, а так бывает, потому что мы или благоухание Господне, или когда поговоришь иногда с братом, с сестрой, и ты хочешь нос закрыть. Они говорят глубоко эгоистичные вещи, при этом хотят быть мужем или женою, а сами рассматривают или как сексуальную утеху, или как кошелек, абсолютно пропавший гниением эгоизма и внутренней смерти. И иногда хочется сказать, Господи, давай запечатаем и оставим. И скажем, что ты призвал к служению. Поэтому Господь говорит, кого-то люди оскопили, кого-то Господь. По-разному бывает. Когда мы отделились, когда мы чувствуем, что процессы начались, когда мы уже отлепились, когда мы уже не единомыслены с чем-либо или с кем-либо, когда потенциал жизни, он уже выделился, спешите к новому состоянию жизни, не тормозите. Простите, Господь, приведи меня, приведи его. Я не хочу ходить со смертью внутри себя. Я хочу, чтобы чей-то голос оживил меня к моей глубинной сути. Если это твой голос, который оживит меня к призванию, пусть он будет. Я не имею в виду ничего против тех сестер, дорогих братьев, которые глубоко посвящены служению. Голос Божий пробудил их глубинную суть к служению. Они на самом деле раздают свою жизнь. Они в церкви проводят дни и ночи. Они всю свою жизнь посвящают Господу до времени определенного Богом. Я ничего не имею против этого. Я имею в виду, когда ты живешь своей эгоистичной жизнью, ты не пробужден к служению. Голос Божий не пробудил тебя в призвании. Это просто эгоизм твоей жизни. Не оставайся в таком состоянии. Ты должен проснуться, ибо ближе написано к нам спасение, чем нежели когда мы уверовали. Аминь. Поэтому, когда мы говорим о воскрешении данной формы, нам нужно, нам необходимо чей-то голос. Так же бывает это и в церкви. Когда мы переходим, сегодня мы принимали дорогих членов новых церквей. Когда люди выходят из церкви по переезду или по каким-то другим причинам, не оставайтесь долго без собрания Господня. Чей-то голос, какого-то проповедника, какого-то служителя, какой-то церкви, он должен оживить вас. Он должен пробудить в вас эти глубинные чувства вашего призвания, вашей соучастности, вашего сопереживания, чтобы вы могли прилепиться теперь к чему-то. И я уже потратил все свое время, но еще скажу вам о прилеплении. Мы поговорили об отделении. Давайте поговорим о прилеплении. Второе послание Коринфянам, 11, 2-3 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу, чистой девою, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Когда склеиваются детали, очень важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Когда мы склеиваем что-то, очень важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу. И, как правило, для этого нужен пресс, нужно давление. Вот вопрос прилепления, он не может быть на расстоянии. Меня удивляют молодые люди, и девушки в том числе, которые пытаются через социальные сети прилепиться друг к другу. Вы не прилепитесь. А нам надо попробовать, а нам надо подумать, а нам надо пожить. Если вы не попадете под пресс жизненных обстоятельств, да вы никогда не поймете, что в этом тюбике сокрыто. Ты всегда берешь печеньку с сюрпризом, не переживай. Пастор Антон, ну что вы. Вернемся к проповеди. Итак, детали склеиваются, когда они плотно прилегают друг к другу. И для этого нужно создать давление, положить под пресс, предварительно зачистив и обезжирив. Как получилось так, что змей смог обмануть семью, смог разрушить семью? Он лишил их совещательного процесса. Я еще раз скажу, это важно. Он лишил их совещательного процесса. Он забрал Еву от первоисточника информации. Потому что Бог, если мы вспомним хронологию событий, Бог говорил Адаму, не вкушает этого. Именно Адам получил эту инструкцию. Именно поэтому дьявол подошел к Еве. Она не была первоисточником этой информации. Не через нее пришло призвание. Не через нее пришло видение. Не через нее это пришло. И поэтому то, что делает дьявол, он пытается отделить детали друг от друга. Убрать совещательный процесс. Убрать планирование. Убрать видение. Убрать стратегию. И сказать, послушай, давай мы с тобой поговорим об этом. Да он не догоняет. Он не понимает просто ничего. Он такой деревянный. Ты же знаешь, с ним бесполезно спорить. Мы с тобой об этом поговорим. Мы с тобой все это решим. Какого цвета будут обои? Какой диван здесь поставим? Как назовем детей? Как мы сделаем? Мы все с тобой решим. А потом, ну, куда ему деваться? На третью, четвертую ночь все равно придет. Семейные поняли, да? Когда дьявол забирает нас от совещательного процесса, он разрушает нас. Он разрушает семью. Поэтому прилепление очень важный фактор. Когда вы попадаете в пресс под давление, вы особенно должны стараться не оттолкнуться друг от друга, а понять, наоборот, это время, когда вы можете более плотно соединиться. И по опыту я знаю, когда в семье проблемы, некоторые отделяются, но некоторые семьи правильно понимают, они влезли в финансовые проблемы. Иногда даже по односторонней причине. Но они собираются вместе и говорят, давай будем обсуждать бюджет, давай посмотрим на наши затраты, давай обсудим нашу стратегию, давай поговорим о видении, давай поговорим о наших мечтах, давай поговорим о наших детях. Видишь, проблемы у наших детей, нам нужно говорить. И детали начинают крепко скрепляться под этим прессом. Все, что происходит вокруг нас, оно должно нас еще более плотно притягивать друг к другу. Тогда мы будем прилепляться. Прилепление невозможно без полного контакта. Невозможно. Вы не протестируете свою семью ни на каких тестах, ни на какой тестовой модели. Даже если вам кто-то предложит пройти, сестры, тест-драйв, не соглашайтесь на тест-драйв. Машины с тест-драйва берут по очень заниженной цене. Сестры, не идите на тест-драйв. Будьте мудрыми. Это открывается только в семье через прилепление. Когда мы говорим о процессе прилепления, и я буду завершать прославление, можете выходить ко мне. Когда мы говорим о процессе прилепления, очень важно то, что нам оставил Христос. Потому что мы с Христом так же прилепляемся. Аминь. Как церковь мы прилепляемся ко Христу. Как члены мы прилепляемся к церкви. И вот то, что сказал Иисус Христос. Евангелие Иоанна 6,56. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». В причастии, в хлебопреломлении есть два важных элемента. Первое – воспоминание о смерти. Второе – провозглашение новой жизни. Если мы хотим понять механизм прилепления, нам нужно иметь в своем завете первое – воспоминание о смерти. Что значит воспоминание о смерти? Ты уже не тот, кто ты был. Ты уже не просто любимая дочь, ты любимая жена. Ты не просто любимый сын, ты любимый муж. Когда мы говорим о смерти, мы говорим об этом перевоплощении, об этом процессе, который прошел Христос через Голговский крест, чтобы ему перейти из одного состояния жизни в другое состояние жизни. Если мы не будем вспоминать, что мы уже не прилеплены, если мы не будем вспоминать, что мы уже отделены, те проблемы, те корни, то ДНК, оно уже не совсем наше, хотя еще преследует нас. Нам надо отделить от культуры той семьи, чтобы перелепить себя к культуре новой семьи, созданной для вас Господом. И точно так же про возглашение новой жизни, когда мы говорим о том, что мы уже новое творение, древнее все прошло. Мы побуждаем себя к соответствию, как со Христом. Когда мы стоим с этим плодом винограда и с хлебом, мы говорим, Господь, я уже не тот, кто был. Я уже не грешник. Потому что Ты простил меня, Ты оправдал меня, я Твое дитя. Ты пробудил меня голосом своего Евангелия. Ты сказал мне, я сын Твой, я дитя Твое, я Твой. И когда мы прежде, чем принимаем это, мы начинаем испытывать свое сердце, чтобы привести себя в состояние или в соответствие к новому творению, кем Бог теперь нас называет. И если Бог теперь тебя называет детем, если тебя муж называет женой, а жена тебя называет, приводи себя в соответствие тому новому званию и призванию в Твоей жизни. Ты не можешь жить жизнью старого творения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok